Поехали. Это тоже вышка. Вот эту игру я не стримил. Вообще, конечно, стоит сказать, что у Варвара какой-то ужас творится. То есть, я не знаю, вот как Ситар его раздел... Привет, кстати, гусь. Как Ситар его раздел, так, собственно говоря, извращения понеслись гол... Ну, вы видите, в общем, количество лонеров. Пять штук. Вот так вот. С другой стороны, у подземки особо нет индусов, потому что... А! Индус у Варвара в виде аптеки. То есть, представляете, в вышке хаи дешевле, чем вот это вот. Это фантастика. Подземка, это, наверное, последний матч в первый и последний матч в сезоне. Первый и последний матч в сезоне. Когда подземка стоит дороже. Вот так вот. Слушай, я сомневаюсь, гусь, что из хаев кто-то доживет. Потому что у хаев... Ну, у них уже в любом случае... О, минус к муву, приятно. У них в любом случае супер плохое расписание. То есть, это игра этого тура. Следующий тур у товарища с Кащеем, а потом со мной. Я как бы... Я думаю, что уже этого может хватить. Слушай, так ты с ним играешь в последнем туре, что ли? А-а-а... Ну, понятно. Клавса не смогла скушать. Ну, эльфы хорошо сели на Тентаклио прям. Да, слушай, Кащей врет. У Кащея все нормально. Кащей каждый раз придуривается. Вот это вот. О-о-о! Ой, жадное животное! Посмотрите на это. А, нет, все-таки... Окей, я уже думал, он вообще в Агилу пойдет. Ну, выбивает Такл. Это... Пытается выбить Такл. С учетом того, что там всего два Такла, то это как бы забота о жизни Габлы, которой не так много. Так, вы что делаете? Это что, сейчас бомбарь пойдет фалить? Сопряжу, не обижай эльфа. Сопряжу и обидел эльфа, окей. Не сильно, но обидел. Еще не хватило единички на травму. Ну, отдали эльфам фланг. Эльфы им собираются воспользоваться. Плохо, что не встала Тентаклио, потому что она была бы в идеальной позиции. Тут бы и Агила не ушла бы, и вот это вот все огребло бы. Самое, конечно, грустное, что Варвар вроде как хороший игрок, но с такими дайсами очень тяжело что-то делать. Вот вам сейчас кажется, что все вроде нормально у Хаёв, да, ребят? Это настолько обманчивое ощущение, я вам просто скажу. Это вот кажется, что у Хаёв все хорошо. И, кстати, заметьте, как подземка далеко бегает. То есть Крысюки-то вообще-то, блин, быстрая Тима. Она может повоевать в одном углу, а потом резко перебазироваться в другой. Дружеские броски от сопляжуя. Ну, нормально кинул. Нормально. Не, ну, пока по численности, ну, минус два эльфа оба колокола, зато минус хорошая, ну, минус линейка, это приятно. Ну, вот, Колян, пока кажется, что все нормально, ну, не волнуйся, скоро, скоро Айс Рейн покажет, как он оказался в вышке. У Айс Рейна же был очень надежный план, который позволил ему выйти из агильного дивизиона. Притом, так, играюще. Теперь наступает время время мерзких ребят. Давайте смотреть на это. Ивент приятный. Так. Минус один даже без ПО. Держу, как говорится, в курсе. Да, надо перекрыть так листа. Пошел Блиц в агилу. Очень жадно играет. Очень жадно. Инвалидская линейка выдержала. Осталось прикрыть только неглух. Пока вроде нормально. Эльфы вроде стоят. Так, более-менее эльфы стоят. Конечно, у них минус три. Вот. Но, окей. Интересно, сможет ли вообще когда-нибудь Варвар восстановить ростер команды такими темпами. Все-таки пять лонеров это многовато. На выходных, к слову, можно будет болеть за Даара. Ну, в среднем тоже можно качаться фоноры. Вышки, конечно, он в вышке не останется скорее всего. Там ну, конечно, Джона переиграл. Но кто только Джона не переиграл на данный момент? Еще один минус. Ты с ним просто еще не играл, гусь. В этом сезоне у Джона как бы там все очень плохо. Чувствую, только на меня он настроится и вздрючит. Ну, окей. Хотя в целом там, по-моему, против Варвара как раз Джон играл хорошо, если мне не изменяет память. Вроде смотришь, подземка такая вяленькая команда, а по итогу уже минус четыре эльфа и как-то тенденции продолжаются. То есть при размене блиц в блиц, при размене блиц в блиц дела у у хайов очень грустные, согласитесь. Они просто не доживут такими темпами. Протом, что подземке достаточно дойти не очень далеко, чтобы забить гол. Эльфа обязана фалить убиватора? Проблема если сейчас не будет пробоя. Хорошо получилось. Так и надо свинамуту минус к ловкости. Но аптека сказала живем. Но я думаю, что эта аптека даже не из-за минус ловкости. А вот так вот. Это все-таки ну слушай Брайт, я думаю вышки они не отожрутся ровно по той причине, что из вышки их выкинут. Старт все-таки был очень тоскливый у товарища. Ситар говорю, Ситар просто похоронил сразу. Ситар настолько мастерски похоронил варвара. Я бы сказал пустил всю команду под откос как партизан. Сейчас будет попытка прыжка с выбиванием РР. Потрясающе приятная шестерка. Искаттер очень приятный, но тут надо задоджить. Нет, Тентакли оказалась сильнее. Ну эльфы сами выбрали свою судьбу, как говорится. Правда судьба пока не покарала эльфов. Габла пошла в атаку. на самом деле у Айс Рейна ну как бы подземка это команда ну там двух-трех звезд по факту. То есть чтобы Айс Рейна была подземка типа топовая ей не хватает только блока на варп тролле. То есть у него два топовых убиватора и топовый тровер. Там в принципе ничего больше не нужно. Это действительно команда у которой ну есть примерно все. Все как бы как бы даже в чемпион с ладдере такая подземка смотрелась бы очень страшно и никто играть бы с ней не хотел. Сразу фейл на самом простом броске Ну пятка это тоже важно но так знаешь с таким убиватором можно наверное и без пятки жить. так Ну 4 плюс врыв с веролом был надежнее чем прыжок Ну что значит бонус бонусному убиватору абсолютно заслуженный убиватор всея Руси почти что ты начинаешь ой 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 ну шестерочка приятная это уже менее приятно Нет я знаю что в ладере у подземки не бывает трех реролов Брайт например самое простое мироописание проблемы Я бы сказал бы просто так Брайт что если какая подземка и могла выйти вышку рубла то только такая ну и надо добавить еще что при энной доле удачи которая была можно можно было идти нулевой подземкой в сквиге отыграть сезон а потом выкупить ее не ну я не спорю молодец айсрейн без вопросов как бы но я говорю должны были сойтись звезды звезды взяли и сошлись сейчас подбор вкладка видимо да или все-таки уронит на он будет качать травера вкладкой я не сразу понял извините саша немного тормознул привет очки жах что айсрейн не попал конечно в другой дивизион там ему было бы интереснее я так думаю колокола оба опять не встали не знаю почему колокола не хотят вставать но окей хорошо еще лос довольно вяленький пока что прям очень вяленький лос честно говоря я бы на такой лос матерился вот ты разве не знаешь что вся жеребьевка вышки куплена я не сомневался в этом вопросов нет я просто к тому колян что можно было бы делать это не так палевно ну я не знаю вроде эльфов еще достаточно чтобы попадаться за мяч но они как-то очень далеко встали просто если дальше сидеть и размениваться блиц в блиц опа красивая трепла если дальше размениваться блиц в блиц то все будет плохо пока геммук жалко жалко гоблина он не заслужил ну блин рэйвен классно нажеребил без вопросов поэтому его больше не пускают было два крутых жеребьевщика я и рэйвен поэтому нас теперь больше никогда не пустят к жеребьевке понимаете мы слишком честные люди бедный габлач и не говори опа петрович бедный петрович починили петровище а теперь еще видимо в три куба нет все таки я думал а тут же есть я забываю о захвате то есть если что всегда можно было на убиватора повесить да эльфы отжирают эльфы всегда могут отожраться только у них тут сначала ситар потом джон а потом айсрейн и что-то как бы ты уже думаешь не о том чтобы отожраться а о том чтобы трусливо отползти в сторону чтобы от твоей команды осталось хоть что-то извините пожалуйста в общем на мой взгляд конечно полное отсутствие пощады у эльфов все так плохо что уже можно делать такие вещи и гусь вишенка на торте ну слушай это просто добавь еще то что у варвара следующая игра с кащеем потом игра со мной у меня жалко конечно войта одного не будет короче такими темпами ничего хорошего я бы не ждал на месте варвара то есть как бы еще еще пару игр и боюсь варвара не останется не могу сказать что он в этом сильно виноват просто так так сложилось вот так вот почти абсолютная клетка редгринлока но ничего я думаю что карма догонит и айсрейна со временем не сразу далеко не сразу но она его догонит там просто надо немножко подождать как говорится все будет хорошо у айсрейна просто вся мякотка она начинается когда там по-моему с пятого тура да смотрите значит у айсрейна пятый тур это ситар потом у него даар потом у него я потом у него джон и в конце у него кощей в общем у него там концовка ударная вот я все жду колян когда не ну ладно я я например в игре с гусем за свой лак получил кармический удар в конце врать не буду все-таки смерть вайта была такой душненькой мягко скажем как сказал бы пупок ты это заслужил вот так что-то что-то эльфы как-то перестали кончаться не оказывает серьезно глядя на вот эти вот игры блиц блиц я не знаю на что рассчитывают эльфы это просто еще спасибо что лаис рейна ну душненькие кубы типа никакие потому что будь у айс рейна хорошие кубы здесь бы уже музыка бы не останавливалась ну тупка неприятная но не критичная даже париролил ну тут и так такое преимущество по игрокам колян что фалить то особо и нет нет надобности в любом случае пока по ощущениям ну как бы тут надо думать эльфам куда отползать то есть даже вот такие выбивания меча они ну не знаю при таком количестве игроков тут нет какого-то звездного игрока который епш today тяжело что-то сделать это просто как биться об стену с надеждой на то что стена треснет то есть такие матчи варвар мог бы играть хорошо против например меня потому что у него будет маг а играют такие матчи против айсрейна где у тебя нет мага и у тебя кроме прыжков нет возможности залезть туда иначе дебил оно тебя сожрет в общем такое джага но мне кажется что в таких матчах надо показывать максимально животную игру то есть просто надежной игрой ты ничего не сделаешь если ты просто будешь играть надежно ты проиграешь а вот со всякими врывами надеждами на блиц и так далее ну можно поиграть ну нормальные эльфы у этих эльфов нет ничего для того что слушай у них 5 лонеров брайт и и вот это еще мнг мнг понятно тут как бы тут тут все вместе сложилось и поломанные эльфы и плохие кубы и еще спасибо что у айсрейна удары не все получаются если бы айсрейна получались бы все удары здесь бы уже как бы все было бы по брендом заметьте что айсрейн отыгрывает ну так жидновато нет ну я понимаю брайт что ты бы на своих хаях бы показал бы этой подземке без вопросов я говорю просто я чувствую что всем будет играть душно с айсрейном он и ситара пораздевает и даара пораздевает и меня скорее всего пораздевает точно разденет каще в общем очень неудобная команда то есть ты вроде выиграешь игру но скорее всего с таким привкусом пепла на губах вот ну вантерном эльфов не пахнет как вы понимаете это еще хорошо что у этой земки замены особо нет там колян все-таки правильно сказал что если бы еще были бы замены то было бы очень грустно и номер мертв мертв бывает это справедливо мне начинает казаться мне начинает казаться что варвары верят в плюс ход наивно притом стоит сказать что айсарей на того еще хватает матчапов где можно поиграть с учетом того что он умудрился поиграть даже с гусем вполне по себе хорошо странно что не блиц сразу обычным игроком приятная шестерка только даже фала дружбы не будет жаль но у этих эльфов извини как-то не особо хорошо с блоджом и с таклом и всем остальным там все настолько как бы плохо и тоскливо но чем 54 процента армора у эльфов это при том что практически не было фолов как бы и где там был то пробуждение после нокаута 28 процентов как бы тоже здравствуйте а